Выходные можно провести не только с тем, чтобы сходить в кинотеатр, но и посетить интересные фотовыставки. Например, которая проходит в музейном комплексе «Россия. Моя история». Фотовыставка под названием «Первозданная Россия», на которой представлены работы лучших фотографов страны о дикой природе. Более подробно об этом нам расскажут Дмитрий Иванович Соловьев, директор музейного комплекса «Россия. Моя история» и Елена Васильева, куратор экспозиционно-выставочной деятельности музея. Доброе утро, уважаемые гости. Но давайте подробнее, что за проект такой. Я знаю, что он путешествует по городам России. Да, проект «Первозданная Россия» — это, собственно, выставочный проект, в котором представлены фотохудожественные работы авторов из разных регионов нашей страны и, в том числе, зарубежных стран. В первую очередь, это те работы, которые посвящены, естественно, нашей стране. Мы знаем, что искусство, фотография, оно очень многогранно. И это такой большой конкурс, всероссийский конкурс, в котором отбираются лучшие работы авторские самых различных фотографов. И, значит, вот эта выставка, она как раз-таки дает возможность жителям нашей республики, нашей страны и зарубежных стран ознакомиться с красотой нашей природы, нашей страны, значит, с ее различными не только пейзажами, но и представителями нашей фауны, флоры. Значит, вот поэтому мы очень рады тому, что такая возможность появилась, эту выставку устроить у нас. Она базируется на Крымском валу в Москве, в Центральном доме художника. И вот с помощью, значит, пропечителя Иркутской нефтяной компании, при поддержке Министерства охраны природы Якутии, вот эта выставка сегодня, значит, располагается у нас в историческом парке. И мы приглашаем всех ознакомиться вот с этой выставкой. Я думаю, получите, все жители Якутии получат огромное удовольствие посетить ее. На самом деле, да, вот выставка, она получилась очень масштабной, не побоюсь этого слова, что это первая такая масштабная фотовыставка у нас в городе. И представлено более 80 работ, в том числе и фотографии якутских авторов, которые предоставлены были Министерством охраны природы Якутии. Но в основном, в самом основном проекте, который, собственно, благодаря Иркутской нефтяной компании было представлено у нас в Якутии, это первая выставка «Правданная Россия на Дальнем Востоке», как сказали представители Министерства экологии. Представлены работы художников, фотохудожников, которые посвятили свои фотографии Якутии. Это фотографии известного очень фото путешественника Сергея Карпухина. Это столбы нашей прекрасной реки Синьи. И большая бомбская наледь, улахан сесь. То есть это те уголки, которые, на самом деле, открывают именно миру как раз-таки фотохудожники, фото путешественники. И одним из таких наиболее ярких фото путешественников, фотохудожников наших, из среды наших фотографов, является Александр Кривошапкин-Дерсу. Фотографии, которые представлены в рамках этого проекта, это фотографии с реки Оленек, фотографии с Момы, с Индигирки. То есть самые заповедные уголки нашей Якутии. И Южная Якутия представлена в работах фотографа-анималиста Юрия Каковина. То есть тот блок, который посвящен Якутии, он очень разнообразный получился, очень яркий, очень такие, на самом деле, фотографии, которые действительно выделяют Якутию среди остальных регионов. Но, конечно же, выставка, она представлена таким образом, что человек сразу же ощущает масштаб нашей страны. Это и Азербайджан, это и Байкал, и Камчатка, и Арктические острова. Конечно же, именно фото-проект, он настолько создает впечатление многогранной природы. То есть вот в эти картины, когда вы будете у нас, вы, наверное, ощутите, что можно буквально погрузиться, войти внутрь этой картины. Я горжусь тем, что мы с нашим инженерным персоналом смогли ее не просто сделать фото-выставкой в таком привычном виде, когда картина висит, подходишь, смотришь. Это вот именно мы обыграли свет, у нас есть соответствующие приборы, и вот эта картина, они оживают, они как бы люминицируют. Самые вот тонкие грани они подчеркивают, и поэтому это необыкновенное вообще зрелище. Дмитрий Иванович, Елена, спасибо большое, что пришли к нам этим утром. Мы приглашаем всех телезрителей обязательно посетить в музее «Россия. Моя история» до 23 сентября. До встречи, увидимся завтра.